Всем привет, с вами снова Кугут, это продолжение летсплея прохождения гайд, ну как вы хотите, называйте, как обычно, самодмакс, ситуация комедийная, загружаемся, как вы помните, мы разговариваем с режиссёром в прошлом эпизоде, мы ищем Майру, мы ищем Майру Штамп, излюбленную, не смей называть это имя в моём присутствии, завидуешь, Какое имя? Майра или Штамп? Оба, или одно из них. А чего у вас с Майрой не так? Скажем, у меня и у Майры есть творческие разногласия, в частности, я талант, а она нет. Простите, что вас интересует? А чему вы не будете, Майр? Вы Майра, откуда вражда? Слушай, Майр ведёт своё шоу по-своему, а я веду все остальные шоу по-своему, она не хочет брать меня на съёмки и пускай мне плевать. Вы имеете в виду, плевать как кому? Если как никому, это значит не плевать вообще, а это не совсем то. Всё правильно, мне плевать как никому, потому что мне плевать как вообще никому и на твои слова тоже. Оу, сдохни! Тихо, Балда. Что вы здесь делаете? Сержа, что вы здесь делаете? Что я здесь делаю? Я провожу прослушивание на городских ковбоев, а вы здесь что делаете? А, отлично. Ты и ковбой? Ругаемый критикой, но обожаемый публикой сериал о двух фермерах, которые пытаются выжить в центре Манхэттена? Да, верно, охарактеризовал. Вераете массовку? Нет, я набираю звёзд. Два главных героя пару дней назад ушли смотреть Майру и пропали без вести. Мне нужна замена, и срочно! Кэм, ты слышал? Пройти одно вшивое прослушивание, и мы звёзды телесериала. Саманчу. А встреча Славе по самым безосновательным причинам. Истинно-американская мечта. Мы хотим прослушаться-то. Мы хотим попретендовать на обещанную вами немедленную славу. Вы хотите прослушаться? Ну, если бы у меня был хоть кто-то ещё, я бы сказала нет, но... Ладно. Ура! А что нам делать? Я дам вам разыграть сценку из старого пса. Скажите, что смотрели его. Я не люблю ужастики. Это классика. Парень встречает пса, уца, бешенство. Парень убивает пса. Макс, ты у меня будешь парнем? Да, парнем. Это мой вопрос. Ага. А ты сам будешь псом. Так, Сэм, готов? Изобрази мне случай тяжёлого бешенства. Понял? А что мной движет? Ты бешеный пёс. Итак, дай мне бешенство. Бешенство. Нет, глубже, чтобы аж пена изо рта. Ммм, пена до бритья. Вон, наконец-то, мы спустя уже 15 минут игры в этот эпизод, мы, наконец-то, откроем инвентарь, берём крем до бритья и юзаем на Сэмми. Секретно. Вот это я называю больная собака. Спасибо, спасибо. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить простых людей, которые... Оставь. Ладно, Макс, и вот ты понимаешь, что твой пёс смертельно опасен и должен пристрелить его ради блага семьи. Ладно? Печален, ты расстроен, ты убит горем. Так, покажи мне, покажи мне чувства. Это называется чувства? Да я видела, как Майра выдаёт чувства покруче, а она у нас вообще ходящий транквилизатор. Я сказала, горе, покажи мне, горе, горе. Я даже не знаю, я даже не знаю. О, из-за чего гранатомёт? То, что нужно. Теперь настаёт роковой момент. Несмотря на твою безмерную печаль, ты должен прекратить мучение твоего друга. Мы сейчас не так исполнили. Я! Ты цену из-за таких мокфа. Балван! Да что за демоническая сила тобой владела? Эта демоническая сила называется вдохновение, Сэм. Тебе бы тоже её попробовать. Хорошо, что я под шляпу надел антигипношлем, а то одной веркой в голове стало бы больше. Вау, всё ещё носишь. Браво, браво! Какой реализм, как убедительно! На миг я подумала, что ты в него и прям выстрелил, да как ты сделал звуковой эффект? Лучше вам не знать. Подбор городских ковбоев завершён, я беру вас. Вступайте на площадку и немедленно начинаем съёмку. Её, поехали. Быстрее, Сэм. У нас остаётся только 14 минут 55 секунд славой. Кстати, да. Лимит на ютубе такой же почти. Ладно, ребята, готовьте сцену. Звёзды придут с минуты на минуту. Я готов. Ах да, персонал работает у Майеры. Тупая бездарная журдяйка. Ага, я согласен. Мы потом по ней вдарим. Ну, в прямом смысле. Ну, это спойлер, это спойлер, да, пока ничего не выгодит. Так. Вот мы и на сцене. В декорациях этих обшахнутых. А вы разве не... Кажется, она только что нарушила законы физики. Вы не поверите, как часто мне приходится мотаться. У нас всё делается быстро. Это нас не волнует. Самый Макс, профессиональные актёры. Прибыли на дело. Война актера какая-то. Кэм ты сказал, на делов. Я знала, что вы, ребята, нам подходите. Слово сказать. Может, объясните, что мы должны делать? Ладно, вот суть идеи. В городских ковбоях вы играете пару фермеров, которые держат стадо в квартире в Манхэттене. Идиичный же. Курочкин... 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 Начинаю понимать, откуда произрастают ноги юмора. Мистер Курочкин постоянно ломится к вам, а вы пытаетесь скрыть тот факт, что у вас есть корова. У нас тут шуток, и, как правило, глобальный облом. Акогический сюжет отлично. А сценарий? У нас есть маленькая проблема. Сценарий почти целиком сожрала коровы, так что нужно выдать что-то на духу. На духу? Да, выдумать, походу, импровизацию. Ну, в повседневной жизни мы уже натренировались. Не переживайте, вы будете работать с файлогрош-ценой. Он играет мистера Курочкина. Он великолепный актер с классическим образованием. Театр Глобус и все дела. Дайте с мясной подачей, он разберется. Позволь. Что-то еще? Вообще говоря, да. Вы спасли одну строку сценария, ее обязательно нужно куда-то вставить. Да, как лама. Потому что рекламные реплики дают нам деньги на съемки. Один из вас должен будет ее произнести. Я, я, чур я. Хорошо, Макс, твоя строчка такая. Купи себе мощную зубную пасту. Я покупил. Мне уже нравится. Давайте снимать уже. Это, по моему скромному мнению, это самая сложная головоломка в этом эпизоде. Потому что ты реально немного не понимаешь, что делать. Мы готовы, как никогда. Давайте начнем съемки фильма. Так, и главное, за дверью ваш хозяин. И вы не хотите, чтобы он узнал, что у вас тут корова. Готовы? Мотор. Полночные ковбои. Ой, не полночные. Какие-то. Городские ковбои. Так, все, давайте. Вот доски закончили. Я знаю, у вас там кока-кока. Я знаю. Так, что будем делать? Обожукчик бегом. Да будет свет. Откройте. Ум, какая гола лампочка красивая. Так, вот. Обожукчик. На карушку. Это повод. Ах, так. Блин, что за баян. Короче, вот это повод. Куручкин, здравствуйте, Куручкин. Ага. Я знаю, у вас тут повод. О, так, так, так. И кто у вас в гостях, ребят? А, хотелось бы принц верхней тромбозе, но придется именно сказать наш повод. Это повод из Франции. Мы наняли его, чтобы угодить нашему невероятно привередливому. Вкусу омлет и утятина от араба. Или густофилотки. Я люблю варень и с парочкой. Французский повар, да? А, я люблю французские булки и сыр. Молодец. А сам однажды бывал на гей-пари, представьте себе, еще когда служил в армии. Че? Так, надо его угостить. Не буду описывать свои действия. Мне не важно, бутафория это или нет. Голыми руками я ее трогать не буду. Чупхауды. А, стоп, надо сейчас тарелку взять. Ну вы поняли, да? Вы все поняли. Запах айпийских лугов прямо из коровой репешки. Ничего себе. А это кто здесь оставил? Так. Теперь юзаем эту тарелочку на коровой репешке и будет весело. Очень весело. Ух ты, как ловко-то. О-о-о, а что у нас здесь? А-а-а. А-а-а. Простите, что вы сказали? Это сишук на французе. Да, стоп. А, му-гу-гай-пан. Это такой дидекатес, да, правильно. Он сказал му-гу-гай-пан. Это французское блюдо. Повар его только что сделал. Слушай, я хочу попробовать. А где-где-где-где-где тарелка? Да вот, Джана. Пробуй уже быстро. Мне не перестает казаться, что все это как-то неправильно. Ага. Конечно, неправильно. Фейл. Му-гу. Любопытно. Очень. Иначе не скажу. Знакомый вкус. Укроп, наверное? Да. Скорее ромашка или церна. Да штука, му-му, как ее, очень хороша. Как ее называют у нас? Хоровья лепешка. А, ну, да? Вот забавно. Звучит прямо как... Можно? Давай. Кхм. Упей себе мощную зубную пасту. Наед. Снято. Ну, конец 79-й серии. Не понравится. Это так. Натурально. Я буду в гримерке, проветрю музу, не беспокоокоить в течение часа. Вау. Пока, кубочки. Отлично сыграно, ребята. Вот вам кассета в портфолио. Спасибо. Она на пальцах, чтобы удивить мигу. Верните реквизит в исходное состояние. Смотри, Макс, это дверь в студию Майера. Давай зайдем и освободим ее буквально плененных зрителей. Мне пока еще ганна. Вон, кое-кто знаменитый. Это Хью Дар. Удар? Нет, Хью Дар. Изобретатель призматологии. Помнишь? Помог миллионам открыть силу душевного спектра. Ах, да. Бывший фокусник, ныне гуру счастья. Как будто их мало было и так. Давай поговорим с ним. Слишком много сек. Но если он вытащит у кого-нибудь из уха очередную радужную бабочку, я уйду. Окей. Привет, Хью Дар. Привет, я Хью Дар. Ух ты. Да, мы знаем. Вообще буй. А вы, Сэм и Макс, вольная полиция. О, откуда ты знал? Вы верите в магию? Я вот верю. Молодец. Так. Покажи нам фокус. Не удивишь ли нас примером невероятной ловкости рук, а? Ладно. Я покажу вам чудо призматологии в действии. Выберите цвет. Любой цвет. Не советую вам выбирать любой цвет. Ох, нет. Берюза. Зоная лазурь. Ээээ. Как насчет цветов, знакомых всем? Выбери цвет, чтобы он был красный, зеленый или голубой. Так, значит, выбирать зеленый, чтобы он стал как бы инопланетянин, и с них сфоткайтесь. Потом отнесите его с Сибирой, и будет эпичная скандальная газета ее. Зеленым быть нелегко. О, это легко, когда есть магия. Да. Жду и магией, будь мужиком. О, я знаю, о чем вы думаете. Это за правду или просто иллюзия? Убливать радугу нелегко, понимаешь. Так. Можешь с тобой сфоткаться? Скажи, Фьюдор, а можно сфотографироваться с тобой в наш альбом забытых воспоминаний? Потрясающая идея! Как я сам не догадался. И, кстати, я знал, вот и фотоаппарат. Встаньте рядом. Подсказать, блин, давай. А как ты щелкнешь нас? Магически! Ладно. Скажите, щеночки в ваниле? Щеночки в ваниле! Где картинка, маг-то наш? О, боже. Я, наверное, куда-то делаю ее. Угу. Проверьте у себя в карманах. Может, она там? Хо-хо-хо-хо. Хе-хе-хе-хе. Зауза! Вообще. Окей, увидимся. Простите, что прерываю вашу радостную беседу, но у меня есть проблема. Не сошитесь, красавица! Хьюдар, все... Да, да. В общем, наш ведущий шоу смотреть Шоу Майера и не вернулся. Не можешь его заменить. Да, Дмитрий Дипков ушел, смотри, Шоу Майера. Да, может. О, что нужно делать? Участник становится на подиум, ты берешь и читаешь ему вопрос в карточке. Он не может ответить, ты говоришь ему гадость и просишь уйти со сцены. Эпичный. Ох, нет, нет. Резматология учит нас любить всех. Не важно. А просто читай в карточке. Ладно. Я все равно люблю вас. Да, люби нас. А теперь сделаешь шуб до хуб и брюхо дуги. Все. А им фарен махлазур. Всем позитива просмотра, это была вторая часть, гайда летсплея, прохождение Сэммон Макса, эпизод 2. Поблизко континуть, ставьте пальчики вверх. Пока, с вами был Хулкут.